В мартовские дни жители Славянского района отмечают 81-ю годовщину освобождения от фашистской оккупации. В посёлке Совхозном прибрежного сельского поселения чтут память солдат и офицеров, которые здесь сражались за родину и победили. Это знаковое событие не только для жителей посёлка, но и всего сельского поселения. Много времени прошло со светлого дня освобождения, но не тускнеет в памяти бессмертное мужество воинов. Их имена передаются из поколения в поколение. Праздник освобождения здесь любим и почитаем. Учащиеся представители местной власти и общественности, словом, все, для кого он дорог, пришли к мемориалу павшим в Великой Отечественной войне. И звучат торжественные, идущие от сердца слова о самом главном. День 22 марта 1943 года вместе с горечью утрат и скорбью попавшим воинам навсегда внесён в летопись Великой Отечественной войны, как символ великой силы наших соотечественников и безграничной воли к победе. Время неумолимо ушли в бессмертную память все ветераны Великой Отечественной войны. Мы выражаем огромную благодарность фронтовикам, освобождавшим нашу землю в те далёкие годы. Наш священный долг – сквозь годы и поколения нести память о великом подвиге солдат и офицеров Красной Армии, героизме партизан, самоотвержденном труде тех, кто поднимал после войны нашу страну. Мы – наследники легендарного поколения и никогда не уроним чести и славы наших дедов и отцов. И сколько бы лет ни прошло, навечно останется в памяти народной Великая Отечественная война. Для всех она очень много значит. Это и горечь утрат, и радость Великой Победы. Наш долг – всегда это помнить и знать, и передавать с поколения поколения все те события, которые были в 43-м году. К сожалению, уходит это поколение. Из многого количества людей, ветеранов войны и тружеников тыла осталось сегодня 16 человек. За последние 10 лет по инициативе главы стала традицией не менее двух раз в аду посещать наших уважаемых ветеранов, тружеников тыла на дому. Учащиеся рассказали стихи, посвященные Великой Отечественной и долгожданной победе. За четыре долгих года много полегло народу, чьих-то дедов и отцов, не вернувшихся в свой дом. Плач надрывный матерей, потерявших сыновей. Слился с суровлинным криком и смешался с болью дикой. Пронеслись, как кинолента, эти страшные моменты. Тула, Мурманск, Волгоград и блокадный Ленинград. Жители поселка Совхозного всех поколений продолжатели славных традиций. Здесь преклоняются перед всеми, кто сражался за каждую улицу, каждый дом. Склоняют головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны. Собравшиеся почти лиминутой молчания погибших бойцов и возложили венок и цветы к мемориалу. Память о подвиге героев священна, потому что высокий смысл этих патриотических традиций в основе всей нашей жизни и наших больших и маленьких побед. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа События.